друзья всех приветствую на торговой сессии четверга мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки сегодня на финансовых рынках мы наблюдаем коррекцию от тех движений которые собственно сложились и в начале этой недели в то же время стоит отметить что индекс американского доллара как оставался под давлением так и сохраняет вот эту монотонную слабости и постепенно смещается в район 92 пунктов цели как вы помните лежат гораздо ниже этой отметки и судя по вводным опять же обновленным прогнозом отряда инвестбанков мы можем быть уверены друзья в том что индекс американского доллара просядет еще процентов на 10 на 20 тем более что основные фундаментальные триггеры для этого инструмента они только лишь на повестке конца этого года либо начало следующего особый акцент конечно же те кто в курсе я делаю на новые меры экономического стимулирования которые необходимы американской экономики из-за ситуации с к видом очень кстати много мы говорили о том какое влияние к вид оказывает на американскую экономику повторяться наверное не буду лишь напомню что друзья из-за той статистики которую мы анализируем от центра джона хопкинса по количеству заболевших в день сожалению картина с каждым днем становится только лишь хуже но вот не удается локализовать распространение пандемии все больше штатов в таком серьезнейшем положении создаются риски для экономического спада повышается вероятность частичного локдауна штаты вводят комендантские часы это только лишь начало я уверен то что американская экономика будет скорее всего через какое-то время снова а изолирована закрыта как это было в начале 2020 года и считается что если все таки байден станет следующим президентом сша то вот эти меры социального дистанцирования жестких ограничений карантина они будут более жесткими и может быть даже станут первым решением которое примет новоиспеченный американский президент то что мы видим по экономике сейчас очевидно что последние отчеты разбираемый нами вот делаю акцент на данные по потребительской активности это статистика которая показала насколько сейчас трудно приходится потребителям домохозяйством ну и конечно же безработным которые не получают повышенных пособий по безработице сегодня кстати выйдет отчет по заявкам на пособие по безработице я думаю что цифру которую мы увидим она снова разочарует и станет еще одним подтверждением влияние негативного к вида на экономику сша отсюда снова вопрос сколько еще конгресс будет отметить я думаю что какое-то время нам еще придется подождать потому что сейчас мы все можем убедиться в том что трамп белый дом его администрация заняты только одним оспариванием результатов прошедших выборов очень важная дата 14 декабря это день голосования выборщиков вот тогда мы точно знаем имя американского президента и после этого то есть 14 декабря и до конца года у нас будет двухнедельный интервал я надеюсь то что конгресс не пойдет на каникулы и учитывая не совсем простые экономические условия рассмотрит в проактивном порядке те решения которые предполагают дополнительное стимулирование мне очень понравилась последняя пресс-конференция джерома паула председателя федрезерва на котором без каких-либо прикрас признал катастрофическое влияние ковида на мировую экономику и отметил то что самое наверное неправильное что сейчас можно сделать это недооценивать риск второй волны и по его личному мнению а последствия второй волны могут превзойти экономические последствия первого вспышка инфекции с которым мы работали в начале двадцатого года и паула так намекает на то что фреса готова дополнительно смягчать экономическую политику потому что то падение социальной активности бизнеса активности экономической активности разрушают конъюнтуру на стабильность цен порядок экономические в экономике за которые фреса на топил многие многие годы и мы рассуждая опять же о том что происходит с американской экономикой все равно друзья приходим только к одному простому пониманию того что сейчас не время думать о последствиях вот этих дополнительных инъекций и вливаний о том что будет с инфляцией о том как через годы фрес будет избавляться от накопленных облигаций это проблема скажем следующих поколений и может быть следующего председателя американского регулятора сейчас эти деньги необходимы потому что только лишь потребители могут вытащить экономику из состояния рецессии вот как раз эти стимулы я и жду поэтому уже несколько месяцев вам рекомендую только лишь продавать американскую валюту цели мы еще не выполнили но понемногу идем вниз вот сейчас если оцените дневной таймфрейм индекс американского доллара вы убедитесь то что инструмент находится на а фактически многомесячных минимумах золото тянет как будто бы этот актив к отметке 1860 но все равно его а впоследствии быстро выкупают вы должны для себя решить то есть покупаете ли вы золото либо продаете если вы делаете акцент на снижение друзья золото значит а вы должны верить в рост доходность американских облигаций и в то что фрс начнет ужесточать монетарную политику но этого не будет и если вы все таки разделяете такую точку зрения обязательно ее пересмотрите потому что золото будет отыгрывать впоследствии слабости американского доллара низкие доходности американских облигаций и все таки риски которые остаются в мировой экономике которые традиционно поддерживают инструменты а со свойствами защитных активов поэтому за вот этой локальной коррекции мы ее наблюдаем уже несколько недель подряд а все равно стоят мощные силы покупателей которые выбирают этот актив вас минимальных уровней и дают возможность для его последующего роста нефть 44 20 несмотря ни на что рынок нефти продолжает расти это странно запасы увеличиваются это признак для снижения ковид опасения за мировой экономический рост доклада опек международного энергетического агентства о том что спрос будет снижаться решение по факту встречи министерского комитета опек плюс которая завершилась два дня назад и вместо предполагаемого периода в шесть месяцев когда страна опек не будут повышать объем добычи участники этого пакта приняли решение все-таки продлить договоренности не на полгода а на три месяца якобы этого будет достаточно то есть на всем этом друзья на любом из этих факторов можно было бы дать очень неплохую коррекцию по рынку нефти однако он устойчиво продолжает расти это доказывает то что рост текущий он очень а спекулятивный и случае действительно появление какого-то негативного фактора пугливый капитал который находится в этом активе спровоцирует очень мощную коррекцию друзья ищите уровни для снижения евро против доллара 1 18 43 а цели прежние здесь даже комментировать нечего несколько дней подряд мы на одних и тех же значениях но все равно евро периодически показывает стремление и демонстрирует попытки оказаться выше отметки 1 19 точно евро будет там фунт против доллара вот тут и долгожданная коррекция которая лично мне как продавцу фунта сейчас на руку 1 32 26 то есть фактически 100 пунктов мы с вчерашнего максимума уже потеряли новости по брэкзиту как коммуняки от ес и англии будут оглашены сообщены завтра в 10 00 по московскому времени ждем с нетерпением но предварительные новости опять же за которую фонд сегодня просел указывают на то что и с поддерживает планы отказа от сделки с англией потому что переговоры продолжаются уже несколько лет очень много дедлайнов показалось себя в прошлом не соблюдаются сроки и англия не идет на компромисс короче есть тоже устали и готовы чтобы англия оказалась свободном плавании без доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу для меня это самый лучший сценарий если это официально признают потому что в таком случае фунт рискует потерять от 5 до 10 процентов доллар канадец 1 30 86 дожимаем до поддержки 1 а 30 данные по инфляции вчера нам помогли рост индекса потребительских цен на целых семь десятых процента есть признаки активизации потребительской активности и будем давайте следить за дальнейшими релизами я думаю то что пока еще и с учетом слабого доллара все в пользу того чтобы пара оказалась на целевом значении австралийца против доллара покупаем 0 72 91 несколько часов назад вышли данные по рынку труда отчеты хорошие занятость увеличилась почти на 180 тысячи и реакция нормальные логичные небольшой рост цели выше отметки 0 7350 средней срочная цель 075 новозеландец 0 6904 вчерашний хай 0 69 43 60 пунктов нам не хватило до целевого значения в 070 но добой до этого уровня все-таки произойдет и фондовый рынок снп сейчас котировки 3561 пункта я жду коррекции в район 3 300 и 3 400 пунктов а думаю то что до 14 декабря до дня голосования выборщиков все-таки от коррекции состоится им там друзья я снова буду закупаться фондой о чем вам разумеется расскажу на этом все всем спасибо за внимание и пока